МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если они отдыхают, значит, всё в порядке. Время 8 утра. Человека 300 стандартно позволено спросить, какой сегодня день и сколько сегодня времени. Служба спасения отмечает 15-летний юбилей. В едином ритме слились русские и кубинцы. Сальса объединяет людей, которые по каким-то причинам изолировались от общественности. Как-никак это не индивидуальный танец, а коллективный. Для кемеровчан провели мастер-класс по исполнению сальсы. Сын автора песни «Я люблю тебя жизнь» представил кемеровчанам творчество отца. Мне очень важен повод лишний раз убедиться в том, что песни отца живут, их поют, их знают, их любят, как просто народные песни. Сергей Калмановский вместе с оркестром исполнил песни советских лет. И снова «Динамо». Кемеровские волейболисты встретились с принципиальным соперником. Добрый вечер, в эфире новости. В студии Лариса Михеева. И Данил Волынский. Здравствуйте. Они очень хотели стать похожими на 9-1-1. И стали. Кемеровская служба спасения отмечает свое 15-летие. Старожилы рассказали нашему корреспонденту о том, как когда-то учились спасать жизни. Здравствуйте. Служба спасения. Что у вас случилось? ДТП? Пострадавшие есть? Дать совет, помочь и подсказать. В диспетчерской службе спасения круглосуточно дежурят 10 телефонных линий и не прерываются звонки. На том конце провода горожане, попавшие в беду. Тут всегда вежливые и внимательные диспетчеры. Андрей за 7 лет работы сталкивался со многим. В разные ситуации попадают люди. Одни действительно опасные, другие совершенно повседневные. Но и тут вам не откажут. Время 8 утра. Человека 3 стандартно позволено спросить, какой сегодня день и сколько сегодня времени. Бывает выходной. Звонят. Сегодня понедельник или вторник. Ему объясняют, что воскресенье. Фу, слава богу. Ты говоришь, на работу я не проспал. Все звонки на 112 и 01 стекаются сюда. Диспетчерская – это один большой информационный узел города. Аварийные и плановые работы, состояние теплосетей, все ДТП и чрезвычайные происшествия – здесь знают обо всем. Диспетчеры держат прямую связь со многими оперативными службами города. Между кличем о помощи и выездом экипажа на место происшествия проходит всего минута. В этом году у Кемеровской службы спасения юбилей – 15 лет. Человек в таком возрасте только начинает становиться взрослым, а служба за это время добилась практически нереального. Может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит. Но в то время, как раз в 93-92 по нашему центральному телевидению показывали фильмы службы 9.1.1, американские фильмы. И после этого, значит, это была областная группа, не только с Кемеровской области, если было принято решение отправить туда, в Америку, специалистов, чтобы посмотрели и определились, как они работают, что необходимо для этой службы. За полтора десятка лет бригада слесарей, вооруженных отвертками и пассатижами, превратилась в большой коллектив профессионалов. Вместе со службой спасения непростой путь прошли и люди. Как только в 98-м открыли набор в службу, Андрей отправился сюда. Так до сих пор и работает – 15 лет, сутки через трое. Когда люди нас вызывают, для них это всегда стресс, я уже говорил. Поэтому здесь становишься где-то психологом, где-то мамкой для кого-то, где-то папкой, а где-то бывает, что и злым дяденькой, который сможет поставить на место. Служба спасения сегодня – это круглосуточное дежурство трех экипажей спасателей, пяти аварийных бригад, десятки единиц спецтехники и профессиональное оборудование. На вопрос, что хотят получить в подарок, спасатели отвечают единогласно, чтобы в городе было все хорошо. Оно и понятно, ведь в этой службе не пашут и не вкалывают, тут спасают жизни. Аркадий Кемеев, Ольга Дурных, Дмитрий Фокин – новости моего города. Спасение жизни на контроле и у кузбасских пожарных. За свою работу они получили областные награды. Губернатор Роман Тулеев отметил начальника караула пожарной части Александра Клочкова. Медаль он получил за спасение людей на пожаре в Мандебаше. Он вынес из пылающего дома четырех человек, в том числе двух детей. Если вы стали свидетелем героического поступка, расскажите об этом журналистам телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300 0300. Сегодня в небе над городом Кемерово парил летающий объект. Дирижабль появился над площадью Пушкина, а затем стал плавать в воздухе по всему городу. Как выяснилось, загадочный аппарат принадлежит полиции. С его помощью сотрудники наблюдают за обстановкой в областной столице. Дирижабль запустили во время гарнизонного развода подразделений кемеровской полиции. Продукция Новокузнецкого ликероводочного завода не пользуется спросом. Мощности старейшего промышленного предприятия «Кузбасса» задействованы лишь на 20%. Об этом сегодня сообщили на совещании по вопросам делового сотрудничества с холдингом СДС, которое прошло в городской администрации. На торговых прилавках города представлены в основном импортные товары, что, естественно, снижает спрос на продукцию местных производителей. В последнем МВД в этом году из незаконного оборота были изъяты небывалые объемы контрафактного спиртного. Составлено порядка 480 административных протоколов, а общая сумма штрафов переваливает за полтора миллиона. Что же касается продукции местных производителей, то здесь качество не вызывает подозрений. Я почему-то считаю, что это одна из лучших продукций вообще в России. Во-первых, она с гарантией качества. Во-вторых, она наша местная. В-третьих, мы контролируем выход продукции, производство, распространение с точки зрения соблюдения закона и правил торговли. Но получается, что сегодня все включили игнор. Вузы разные, место работы одно. Студенты-целевики сегодня большая редкость. И для молодежи это возможность заранее спланировать свое будущее. По целевой программе подготовки молодых кадров для предприятий холдинга «Сибирский деловой союз» обучаются студенты со всего Кузбасса, соседних регионов и даже Казахстана. Уже на первом курсе целевики проходят стажировку на предприятиях и получают за это деньги. А после учебы у них есть гарантированная работа в холдинге СДС. Сегодня студенты пообщались с теми, кто успешно закончил обучение и уже трудоустроен в компании. В свою очередь выпускники встретились со своими будущими коллегами и получили от холдинга благодарственные письма за успешную работу. Целевая программа подготовки молодых кадров в СДС действует 7 лет. Так уже с 2011 года 84 студента после обучения трудоустроены в холдинге. Очень перспективно. Я не ожидала, что столько всего буду для студентов делать. Неожиданно, приятно, конечно. И уже точно ты знаешь, где будешь учиться, как. Вот ты отучился на 4 года и все, ты 5 лет, ты уже точно подписал контракт, ты уже все будешь работать на том предприятии, где там, как, определишься. Вот эти экскурсии, которые были, все уже точно будешь знать и не сомневаться в чем-то. Они, бессомненно, уже общаются, там, допустим, второй курс с третьим курсом, с пятым курсом. Они друг к другу звонят, общаются не только, когда они на практике, да, там, с предприятия на предприятие, потому что они очень взаимодействуют между друг другом, как отделы, так и предприятия. Все-таки у нас многоотраслевой холдинг. Ну, у ребят уже, можно сказать, есть возможность познакомиться со своими будущими коллегами. У губернатора Кемеровской области новый заместитель. Александр Мирошник, теперь главный в области по промышленности, транспорту и предпринимательству. Сегодня он официально вступил в должность. Два последних года Мирошник возглавлял Новокузнецкий район. Символично, что на новом посту он сменил нынешнего городоначальника Южной столицы Сергея Кузнецова. Помимо нового назначения, Александр Мирошник получил орден за обустройство земли Кузнецкой. Высокую личную ответственность наградить орденом. Сын советского композитора, автора песни «Я люблю тебя жизнь» посетил Кемерово. В столице Кузбасса Сергей Коломановский дал концерт. Со сцены звучали работы его отца в новой обработке с участием симфонического оркестра. Актуальны ли песни советского времени в наши дни? Разбиралась Полина Романова. «Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно» поет зал вместе с сыном известного композитора-песенника Эдуарда Коломановского. Сегодня Сергей Коломановский в честь 90-летия со дня рождения своего отца привез в филармонию Кузбасса концертную программу. Сочинения Эдуарда Коломановского никого не оставляют равнодушными. Он написал музыку для 200 песен, среди которых «Хотят ли русские войны» на слова Евгения Евтушенко, «Бежит река», «Алеша», «Оперу Белоснежка». Не обошел стороной и кинематограф «Большая перемена» вас вызывает Аймыр по семейным обстоятельствам. Мне очень важен повод лишний раз убедиться в том, что песни отца живут, их поют, их знают, их любят, как просто народные песни. В частности, у вас вчера был концерт в городе Тайга, где весь зал с удовольствием пел, мы исполнили, наверное, два десятка его песен, и все они находят широкий отклик у слушателей самых разных возрастов. В этот вечер в стенах концертного зала прозвучат сюиты из музыки к спектаклю «12-я ночь», сюиты из балета «Кавказский пленник» и популярные произведения Эдуарда Коломановского. Дирижер концерта, лауреат международных конкурсов и большой поклонник творчества Коломановского специально приехал руководить оркестром из Новосибирска. «Песни, которые не имеют политической подоплеки, они прошли сквозь время, в них есть художественная ценность, чувство любви к родине, к детям, будут внуки потом, все опять повторится сначала. Чувствуете, да? Там нет политики, идеологии, а простые, человеческие, всем понятные чувства, каждому, и поэтому эти песни живут». «Очень красивое название «Я люблю тебя, жизнь». Это меня привлекло и как-то интересовало, и вообще знаю эту песню, люблю ее, поэтому и вообще люблю советских композиторов и их песни». Современная эстрада разрастается с каждым днем, но песни, как появляются, так же быстро истираются из памяти людей. Лишь немногие прошли сквозь время, и трогают они тем, что в них отражаются простые, человеческие, всем понятные чувства. Возможно, поэтому эти песни живут веками. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Полина Романова, Константин Червяков. Новости моего города. Мы говорим Кемерово, подразумеваем Азот. Мы говорим Азот, подразумеваем Кемерово. Одно из самых крупных химических предприятий России сегодня отмечает день рождения. Ровно 57 лет назад Азот выпустил первую партию продукции. И с тех пор 5 ноября стало праздником тысяч кемеровчан. О том, как поздравили химиков, в следующем сюжете. Даже 7-летняя кнопка Мария Бажинова гордится тем, что видела пусть издалека промышленную громаду кемеровского Азота. Для тех, кто строил этот город в городе и сегодня работает на крупнейшем химическом предприятии России, звучат самые искренние поздравления. На подобных встречах поколения самые волнительные воспоминания. Мы работали, не считаясь, ни со временем, и всегда находили поддержку у смежных служб, у коллег. То есть была атмосфера такая, что мы знали, что нас никто не бросит, и мы решим все задачи, все проблемы, которые стоят перед нами. Решение о строительстве новокемеровского химического комбината принял Совет народных комиссаров в апреле 1945 года. Почти 11 лет строились цеха, складские помещения, подъездные дороги, железнодорожные пути. Благодаря первым строителям, их последователям и сегодняшней производственной мощи Азота, областной центр именуется не иначе, как столица большой химии. День химика – это такой общероссийский праздник, когда все, кто в этом завязан, принимают какое-то участие, ощущают праздник, который именно профессиональный. А когда мы говорим о нашем осеннем празднике, то он более такой домашний. Он именно для тех людей, которые непосредственно работают на этом предприятии, испытывают чувство гордости за то, что они, работая на нем и добиваясь своих высоких трудовых показателей, в страничку этого истории большого предприятия вписывают свои имена. Почти 50 заводчан в этот день были удостоены звания почетный, заслуженный и кадровый азотовец. Получили знаки за труд и верность, надежды и опоры холдинговой компании СДС. В число награжденных в этом году вошли и победители конкурса «РАЦ-предложений». Движение рационализаторов, возрожденное недавно на предприятии, набирает обороты. С начала лета в техсовет завода подано более 100 заявок, многие из которых уже внедрены на производстве. У нас был проведен конкурс по рационализаторским предложениям, и люди, совмещая свою непосредственную работу с творческим потенциалом своим, выдали на гора, как угольщики говорю, интересные работы, которые в результате принесут дополнительную прибыль нашему предприятию. Неизменное предприятие выступает опотом стабильности для своего многотысячного коллектива. 2013 год для «Азота» стал годом масштабных инвестиций. На развитие производства, ремонт и модернизацию оборудования было направлено почти 3 миллиарда рублей, что в сравнении с предыдущими годами является беспрецедентной цифрой. Немалые средства компания направляет и на реализацию природоохранных мероприятий. В текущем году они составят более 660 миллионов рублей. «Азот – химия для жизни», слоган, звучание которого в современных условиях приобретает еще и устойчивую социальную направленность. Артур Хлопотин, Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. Если вы останетесь с нами, то узнаете, каковы перспективы хоккейного Кузбасса в грядущем сезоне. А вот что еще интересного приготовили для вас наши коллеги. Сахарная вата и тысяча чертей. В Кемерове отпраздновали Хэллоуин для самых маленьких. Кубковые приключения хоккеистов. В Кемерове завершился первый международный турнир среди детей.